ну всем привет ролик все посмотрели я думаю надеюсь всем он понравился но теперь самое интересное будем отвечать на вопросы которые вы уже сколько уже месяца полтора уже прошло до как вы задавали так но постараюсь конечно осветить большую часть старался озвучить именно выборку сделать из тех которые более-менее популярны и ну более-менее интересные не только вам и мне так что да уж извините если кого-то пропустил но просмотрел я все комменты скажем так все вопросы все все попали центр моего внимания так первый вопрос начну именно с этого откуда там музыка в конце и которая играла в этом видео фоном именно версия потому что мотив известен и задает вопрос nts pc маппер не знаю что это значит почему именно этот вопрос ставлю на первых первую очередь потому что меня постоянно об этом спрашивают почти под каждым роликом все спрашивают про этого казачка так друзья вот здесь вот название я не выговорю этого исполнителя исполнители название вот вот поэтому по этим тегом и ищите пожалуйста всем отвечал так все равно и спрашивают ладно неважно спрашивает хол хон гильдон парень со свирелью юра как вы до этого докатились или перефразируя как вы к этому пришли имеется ввиду перевод такера ну как я к этому пришел сидел как-то я и посмотрела по моему ролик про но на тему какого-то гендерного равенства ну вот прочие вот этой вот чепухи сразу обратил внимание я именно на такера карлсона потому что мне тогда он показался что он такой харизматичный во первых очень было интересно его слушать я подумал надо еще с ним ролики посмотреть а роликов то нет вот и я предложил елене перевести вот несколько выпусков она согласилась мы перевели два или три выпуска она перевела и я озвучил покидал в пару пабликов ну как-то короче просто на тупо мне заинтересовал такер как личность просто я тогда даже толком не знал вообще что он из себя представляет республиканец он демократ я на самом деле тогда даже не особо в этом плавала вообще но к этому вернемся мы позже в конце мы как об этом поговорим в общем да познакомился с ним случайно решил озвучивать его потому что мне он показался очень харизматичным и очень таким эпатажным человеком и я очень удивился что его никто не озвучивает не переводит так следующий вопрос у нас от майк джордан спасибо юрий чья это была идея идея была моя так следующий вопрос тут внимание ирен белякова как вам пришла идея создать канал именно такой направленности и как вы выбираете какие из новостей будут интересны русскоязычному слушателю этот вопрос это скажем так анонс ответов на первый я отвечу не совсем ей но он у нее присутствует и я на нее обращена на ирен белякова обращу внимание касательно второго вопроса антон денис вот я ему отвечу почему ты решил заняться переводом такера потому что он был одним из первых этот вопрос задал там сотня лайков и еще куча им подписчиков которые спросили именно такой вопрос и я покажу следующий вопрос интересует больше тут как он написан отвечая на вопрос дениса я отвечу отчастично словами николая кузьмина юрий добрый день рад каждому вашему выпуску очень интересно вот о чем хотел спросить вы выбрали для себя такера как одного из людей америки который смотрит на мир америки под углом понятным нашему человеку угол этот скорее всего просто логичный логичные во всех смыслах нельзя называть черное белым и наоборот хотя очень многие и пытаются это сделать и наверное в этой логике и правда так популярен такер с вашим голосом не знаю почему голос он сюда вмешал я не знаю реальных причин по которым вы взялись за создание этого канала но мне кажется что было бы неплохо если бы американские граждане узнали бы кого-то из нашей страны тут дальше не могу ответить уже как бы извиняюсь уже пропущу но конкретно почему я выделяю этот вопрос принципе человек прав мнение такера почему от отвечая словами николая кузьмины кузьмина я отвечаю на вопрос антона дениса да вот николай кузьмин прав мнение такера кажется логичным для нашего обычного обывателя для российского поэтому я именно занимаюсь такером карлсоном и считаю что он интересен русскоязычному зрителю потому что среднестатистические русские зрители судя по моим знакомым я уверен что и по вашим знакомым согласны во многом с такером именно поэтому я уверен что канал с переводами такера карлсона пользуются такой популярностью так ну и завершая вопрос ирин беляковой как вы выбираете какие из новостей будут интересны русскоязычному слушателю ну как у меня нет какой-то системы аналитики ну я человек простой что понравилось то я отправляю на перевод да и впоследствии на озвучку так что как правило мое мнение совпадает с мнением большинства россиян подписанных на мой канал конечно так алекс дан пишет сам такер знает что ты его переводишь и озвучиваешь и не против ли он очень много пользователей спрашивают спрашивали такой подобный вопрос причем вне рамок этой рубрики я наверняка конечно не знаю но я сомневаюсь что он знает потому что сто тысяч конечно это много но ну не для него я думаю потому что человек довольно популярный его знают наверное во всем во всем мире и он знает что его знают так что мне кажется у него там столько и поклонников и врагов что он не выделяет кого-то из них и не запоминает не против ли он я думаю если бы он узнал то он бы не был против мне кажется ему бы понравилось Виктор Шиопу Шиопу не знаю пишет сколько ты получаешь за подобную озвучку или получаешь ли ты что-нибудь за эту работу я получаю ровно столько сколько указано на странице патреона а точнее даже не я получаю а команда получает ровно столько потому что нас в команде получается пять человек я четыре переводчика и елена ну вот эта сумма распределяется среди всей команды то есть вы можете нехитрыми математическими манипуляциями понять что сумма очень смешная но поживем увидим следующий вопрос Рассел Мерсчен я честно сказать этот вопрос оставил только из-за уважения к автору вопроса потому что на самом деле он прям тут очень много написал и тут много добрых и приятных слов но я зачитаю дорогой и уважаемый создатель канала очень тебе благодарны за отличный перевод спасибо такера карлсона однако сложно задавать вопросы человеку о котором ничего не знаешь это как если бы мы были на брифинге президента любой страны и переводчик вдруг решил привлечь к себе больше внимания предложив поговорить о нем самом какой вопрос можно задать переводчику слету чтобы это не касалось главного героя очень понятны данные стремления только канал монотематичный в нем нет никого кроме такера карлсона и ничего кроме американской политики ничего с чем можно было бы связать уважаемого автора и не привязаться к основной тематике я предлагаю вам рассказать о себе с кем вы работаете кроме такера как вы взаимодействуете контролирует ли он готовый материал он или уполномоченные лица их фокс как вы пришли к идее такого канала и давно ли вы переводите или занимаетесь начиткой переводов ответить могу наверное только на последний вопрос потому что с кем вы работаете кроме такера если имеется в виду какие-то еще переводы каких-то личностей то нет как вы взаимодействуете контролирует я еще раз повторю предыдущее свое высказывание я сомневаюсь что он как-то что он вообще в курсе о существовании моего канала и он точно не контролирует ни он ни фокс и как как вы пришли к идее такого канала отвечал и давно ли вы переводите переводите или занимаетесь начиткой переводов а частично ответ был в ролике я занимаюсь с 2014 года не помню говорил об этом или нет следующий вопрос два вопроса они схожи ординатор олмс пишет fox news не имеет ничего против твоих видео вопрос fox news не имеет ничего против твоих видео почему в описании ссылка на сайт fox а не на оригинал в ютюбе как прежде и следующий вопрос схожий но не такой же почему fox news не страйкает твои видео ты грубо нарушаешь их права не имеет ли ничего fox news против твоих видео не знаю я имеет ли он или нет что-нибудь против моего видео моих видео точнее сказать против их видео только перезалитого и озвученного мной я не знаю как бы два года прошло и тьфу 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 но был момент когда мне влепили страйк и удалили целую серию целую пачку выпусков это было как раз после дня рождения такера то есть у меня была серия специальных выпусков это наверное девятнадцатый год май девятнадцатого года то есть канал существовал почти год и мне влепили причем там помню удалили видео про бездомных по-моему еще а и спецвыпуск fox news про день рождения такера карлсона то есть там даже политики не было просто его там поздравляли коллеги он там рассказывал истории своей карьеры и своей жизни это видео удалили удалили про бездомных и мне влепили страйк и тогда я создал страницу вконтакте дабы она была как сказать как резервной и уже надеялся переходить вконтакт потому что я думаю ну все понеслась короче сейчас будут страйкать по полной но как ни странно выложил потом еще видео никто не страйкнул опять выложил опять выложил и все страйки прекратились я не знаю с чем это было связано может они мимоходом увидели наверное кто-то из представителей фокс увидел страйкнул пошел дальше не знаю но больше страйков не было хоть на тот момент на тот момент у меня было тысяч двадцать наверное подписчиков то есть сейчас уже сотня и никто так и не замечает я не знаю короче я логику не понимаю но страйки были один страйк точнее было и больше не повторилось не знаю как они относятся это очень поведение не совсем адекватное с их стороны ну дай бог страйки не репет но и то славно как я говорил почему в описании ссылка на сайт fox а не на оригинал в ютюбе как прежде тут целая история раньше да была ссылка на ютюб потому что именно оттуда я брал ролики оригинальные оригинальные выпуски но меня очень бесило меня очень вымораживал битрейт который выставлял ютюб и картинка вся рассыпалась постоянно меня это аж взбешивало потому что я ставил 720 при 4-5 мегабитах а он мне он мне чуть ли не я не знаю чуть ли не 3gp какой-то мне показывал постоянно можете сравнить там ужасное качество и потом я нашел исходники на fox news я понял что вот ну вот он hd не full hd но hd ну он хотя бы настоящий оттуда я начал скачивать нашел метод скачивал уже оттуда а потом я заметил такую тенденцию что не все что транслируется на сайте fox news попадает в ютюб и поэтому я подумал я конечно могу там заходить на ютюб там искать такой же ролик и делать ссылку вот именно туда найду я его не найду это уж как как повезет поэтому я решил что это очень ну это лишние движения и буду просто ставить ссылку на сайт fox news следующий вопрос это аво мурадьян задает вопрос через какое время после выпуска такера перевод появляется на твоем канале по-разному если тема горячая и переводчики готовы переводить если они не заняты у них нет каких-то лишних дел тогда может выйти и через три дня такое редко но бывает может выйти через три недели ну вот это уж тоже и от меня зависит я часто бываю там уезжаю куда-нибудь или мне не до фигни но в среднем ну неделя уж простите как бы ну вот так вот мы вот все люди простые работаем времени у нас часто не бывает Вася Пупкин понимаю что не все темы интересны но никогда не хотелось какой-нибудь выпуск перевести полностью и будет ли увеличение будет ли увеличение хронометража видео это вопрос все-таки вытекает из предыдущего мы все люди простые далеко не всегда свободные переводить переводить выпуск полностью тем более за копейки ни один переводчик не захочет а полные выпуски это значит 20-30 минут был один у меня случай это когда пошла шумиха вокруг Black Lives Matter когда только началась я там и сторонних переводчиков звал и своих нескольких штук я частями переводил этот выпуск и в итоге там четыре или три переводчика в итоге трудились над выпуском но выпуск был озвучен полностью задолбался его озвучивать но я его озвучил да и будет ли увеличение хронометража видео нет по той же причине все мы люди простые ты переводишь такера самостоятельно или нанимаешь определенных людей сколько времени у тебя это занимает нравится ли тебе это Кирилл Тихонов я немножко схожие вопросы поставил чтобы не отвлекаться туда-сюда нет я нанимаю людей ну как нанимаю они по большей части конечно за за энтузиазм работают сколько времени у тебя это занимает нравится ли тебе это нравится ли тебе это ну раньше очень нравилось сейчас уже меньше но об этом еще раз обращу ваше внимание в конце ты делаешь свои видео один спрашивает Андрис свожу да то есть конкретно техническая сторона она вся на мне то есть я обрабатываю звук и делаю монтаж делаю какие-то сноски если они есть ну и заливаю Данил Середин или Середин Середин наверное много времени занимает перевод монтаж и публикация сколько примерно перевод перевод говорил монтаж и публикация в среднем полчаса если речь идет о каком-то 5-7 минутном выпуске хотя если прибавить обработку звука тогда ну можно еще полчаса добавить Никита Никита Громов Никита Никита Громов спрашивает Юрий почему в начале ролика не хотите делать рекламу было бы здорово я думал об этом но во-первых я не знаю куда ее запихнуть потому что ну скажем так куда ее там перед заставкой после заставки я не знаю в центр ее делать какие-то хотя может кстати да хорошая идея там делать такую смысловую перебивку но я честно говоря простым языком очкую потому что я и так на птичьих правах непонятно вообще что там Fox News знает обо мне или нет и если знает то лучше мне лишний раз их не драконить чтобы я там еще страйков не наполучал так что нормально пусть лучше остается так заставки прикольные сам делал если нет прорекламируй автора Александр Харламов да делал сам в том числе вот эту заставку то есть имитацию под этого ну немножко вот как мог приблизил к оригиналу ну вот делаю сам в автор эффекте Елена Дорошенко пишет давайте отдохнем как пришла идея с танцем такера в конце видео ну как пришла вообще честно прошло больше двух лет но честно такое чувство я сам для себя уловил что будто я придумывал эту заставку будучи каким-то подростком потому что она соглашусь со многими комментаторами она глуповатая леповатая такая в принципе на это и был расчет но как бы тогда мне казалось это как бы ну смешнее что ли сейчас не вижу в этом ничего смешного но тем не менее это уже традиция я от нее никуда не уйду я уже пусть она мне не особо ей нравится но всем нравится что визитная карточка пусть будет ну как пришла ну типа тут там банально на самом деле все очень прозаично ну Такер Карлсон ну на русском как бы ну надо значит как-то подчеркнуть что он говорит на русском то есть сделать специально такую такую прям выраженную клюку там шапку-шанку ему там чтобы он там в присядку танцевал поэтому вот как бы так да согласен сейчас звучит это не очень конечно прикольно но тогда мне казалось это смешным ну опять повторюсь не буду я удалять потому что ну уже прижилась и следующий вопрос я много пишет Сергей Яценко я много раз в комментариях просил убрать этого придурковатого казачка но похоже вы не понимаете что только из-за него лично я уверен и другие тоже не смог опубликовать ни один ваш выпуск мой вопрос вы не видите что эта глупость сводит к нулю вашу работу просто да или нет просто нет если не просто то я не вижу чтобы это глупость сводила к нулю мою работу я бы тогда перед вами тут не сидел празднуя там свои сто тысяч Никита Давыдов спрашивает будет ли еще какой-нибудь контент нет не будет Sega Set будет новое оформление в новом году смена музыки и анимации нет не будет у меня смена оформления только в день рождения Такера в мае Russian Jew пишет почему именно Такер может будут и другие или формат например левое против правых например пять минут Такер и пять минут Билл Махер почему именно Такер я отвечал почему я сохранил этот вопрос потому что у меня была такая мысль то есть делать например часть озвучивать часть таких политиков демократов часть республиканцев но опять повторюсь когда я брался за Такера я вообще не особо в этом плавал кто там республиканец кто демократ я просто мне нравился просто как вот вещает Такер ну и как бы та же история что уже традиция ну куда я сейчас начну демократов транслировать а идея на самом деле хорошая и она приходила ко мне в голову но ну да не сложилось KickU какой микрофон используешь в переводах AT2020 плюс аудиотехника следующий вопрос в какой программе вы озвучиваете видео ну ну вообще конечно монтирую я все в премьере обрабатываю в аудишене озвучиваю в Sony Vegas мне стыдно это признаться ну да я не знаю другой программы где можно озвучивать синхрон с видеодорожкой если бы это было удобно в премьере я бы премьер бы использовал Vegas я от него отошел еще семь лет назад и не хочу к нему возвращаться после премьера это конечно не нравится очень очень как сказать ну какой-то несерьезный он для новичков но с видео синхрон с аудио он работает конечно лучше чем премьер там озвучка озвучку лучше производить там хотя есть и другие программы я просто их наверное еще не изучил Руслан Г какое образование ты имеешь ну типа юридическое или на учителя английского например или это просто то чего тебе нравится типа хобби образование у меня начальное профессиональное я машинист технологических насосов и компрессоров учитель английского ну сейчас тут как бы многие наверное путают переводчика и диктора или актера озвучки ну не а уровень английского ну дай бог четверка скорее всего тройка с плюсом я как бы не сильно понимаю особенно речь поэтому тут не ко мне есть ли еще опыт с ютюбом то есть это твой первый канал собираешься ты и дальше развиваться в ютюбе ответ был в ролике не думал ли ты начать делать что-то новое на ютюбе я не считаю себя каким-то супер творческим и супер умным человеком чтобы ну что-то создавать что-то новое оригинальное да у меня есть идея новое нет и что ждет канал в будущем ну надеюсь процветание да вопросы могут показаться тупыми я их специально задал по несколько на одну тему дабы услышать все что меня интересует надеюсь Руслан Г ты услышал следующий вопрос Хира Алекс Хира Алекс как выучить английский на самом деле ну трудиться стараться по желанию я уверен можно и да на приложение через приложение выучить главное усидчивость старания я вот еще не выучил но я стараюсь Руслан Маковский самый неочевидный вопрос как ты выучил английский люди видимо точно путают что меня с переводчиком я не переводчик я еще учу Нерофронтира сложно ли было начинать свое дело как переводчика какие проблемы были с первыми переводами надеюсь что если имеется ввиду как бы именно озвучка то сложно ли было начинать свое дело нет не сложно было интересно было очень некачественно сейчас смотрю свои работы очень паршиво прям кошмар но было интересно это главное и за счет интереса я развивал свой аппарат а так бы если бы объективно понимал что вообще творю своим голосом я бы точно этим перестал заниматься какие проблемы были с первыми переводами с первыми ну с дикцией были проблемы физиологически было очень тяжело переходить там с одних звуков на другие то есть тупо тупо аппарат был не развит вот будут ли стримы спрашивает Зелдрис нет не будут ох тут целую ветку я вот тут выделил Юрий вы иностранец у вас акцент как бы сказать ммм как у потомка эмигрантов которые давно не жили в России дальше целый извиняюсь срач какой акцент где то есть все начинают ему пишут что есть акцент Влад Яковский пишет что нет ему пишут что есть он пишет что нет кто то его слышит кто то не слышит и следующий комментарий в конце не следующий точнее в конце этого в ветке есть комментарий я заметил только девушки слышат его акцент но полагаю они путают акцент с интонацией человека при чтении когда человек читает он зачастую говорит с другой интонацией и тоном голоса пишет Никита Головин да я думаю что он прав вот ну потому что не знаю никто мне в мирской жизни никто не говорит что у меня есть акцент Виктор пишет Юрий вы семьей и друзьями таким же дикторским голосом разговариваете ну конечно нет говорю я примерно вот так ну конечно я могу говорить вот так вот но я так не говорю потому что это лишнее напряжение на те же связки и например на ту же диафрагму поэтому зачем так говорить есть постановочный голос есть нет хотя мастера озвучки там да которые уже там не один десяток лет в работе ну слушаешь их интервью видимо у них уже настолько все развито что они уже и говорят так и не напрягаются на самом деле это заслуживает уважения Катерина Орлова спрашивает как ваше ощущение быть голосом Такера актеры играющие роли иногда так перевоплощаются что начинают жить жизнью своего героя думаю такер вам симпатичен как человека а взглядом на политики и в целом на их ситуацию, что такое динаминовое ощущение у меня нет возможно парzony для полегованных на тех кто Как ни странно, говоря о том, что я просил вопросы без политики, я отвечу на этот вопрос, но в конце. Аглан Кей пишет, жил ли ты в Америке? Если да, то сколько? В Америке я не жил. Мурат Алиев спрашивает, как ты относишься к автозагару Такера Карлсона? Он перебарщивает, очень перебарщивает, как и Трамп. Зачем вы это делаете? Вы же мужчины. Чин-Чин или Цин-Цин спрашивает, в каком звании ВСРФ на данный момент находится российский шпион Такер Карлсон? Я думаю, майор, а точнее товарищ майор. Рафа Так спрашивает, не приходили ли к тебе казачки от российских властей? Даже кто-то лайкнул. Российские власти, пожалуйста, приглядитесь, кто лайкнул. Нет, не приходили, нет. Денис Руссов пишет, на кого работаешь? На телевидении. Алексей Курочкин. Почем у вас водка? Я вот сейчас с работы шел, специально посмотрел. Литр пять озер стоит 540 рублей, по-моему. Ну, вот если это показатель, я не знаю, я выборку не делал. Ждешь Киберпанк 2077? Спрашивает Данила Усков или Усков. Дождался. Спасибо. Больше не надо. Виз собака. Спрашивает, как в отпуске-то отдохнулось? Хватит о политике. Отлично. Отлично и недорого. Для семьи очень хорошо. Хмели-сунели. Какой спорт вы предпочитаете? Есть ли польза от физкультуры? Ну, польза-то, конечно, есть. Это только дурачок будет говорить, что нет. Понятно, что это все в меру, да? Там, как бы, можно и травмы получить, но спорт, он всегда приносит пользу. Я больше всего люблю плавание. И я человек вообще не спортивный. Спорт, честно говоря, может быть, немножко стыдно, но я его не люблю. Наприседался, набегался я в армии, мне хватило на всю жизнь, спасибо. Но плавать я люблю, так что и спорта я предпочитаю плавание. И стараюсь им заниматься регулярно. Правда, сейчас с этой пандемией я совсем форму потерял. Уоркорд. Что будешь делать, если Такер уйдет с Fox News? Что будешь делать с каналом, если Такер перестанет вести новости вне зависимости от канала? Есть желание или планы переводить выпуски новостей других личностей или какой-нибудь телепередачи? На последний отвечал, нет, нету, но было бы неплохо, если бы додумался раньше. Что будешь делать, если Такер уйдет с Fox News? Если он останется медийной личностью, то буду продолжать. Если нет, вот тут это вопрос. Ну, буду как-то, наверное, трансформировать, наверное, я не знаю. Правда, я заложник своего названия, да? Ну, не знаю. Что-нибудь придумаю. Что будешь делать с каналами, с Такера? Ну, в принципе, ответил. Так. Юрий Грачев. О чем был первый ролик на Ютьюбе? Если Такера Карлсона, то про мигрантов, по-моему, да. Про мигрантов и про марихуану. А если вообще за всю мою жизнь, то, наверное, это был ролик, записанный на движке GTA 4. Мне тогда там так понравился редактор, что я сразу запилил ролик. Он имитировал камеру наблюдения. Я так специально поставил камеру, что оказалось, что это камера наблюдения снимает. Начал всякое бесчинство творить. Там брал в стаканчики бумажные, кидался в людей, там, хот-догами их убивал. Вот. И замаскировал это все, типа, под видеокамеру. Ну, шуточный ролик выпустил. И, кстати, много кто поверил, что это на самом деле. Это где? Что-то где? Ну, там, качество тогда было 360 или 480. Там, в принципе, простительно людям было, что они не разглядели, что это компьютерный, что это игровой движок. Ну и вот мы подходим к последнему вопросу. Очень важному вопросу. Я его специально отнес в конец. Он политический отчасти, но на него я отвечу. «Как ты относишься к Такеру?» Пишет Кассиет. «Как ты относишься к Такеру? Ты его во всем поддерживаешь? Ты озвучиваешь все его выпуски или только те, что ты сочтешь интересными?» Ну, отвечая на вот этот вопрос, только то, что сочту интересным. «Не считая, что начал противоречить себе в последнее время, поддерживает владельца бара, который создал свою автономию, но критиковал за это БЛМщиков». Вот. Финал. Друзья, из этой рубрики вы поняли, что я начинал озвучивать Такера только потому, что мне он понравился как человек. Я тогда не сильно был осведомлен вообще политике, да и сейчас не особо, но тогда вообще было плохо все. В американской тем более я не сильно понимал, кто такие демократы, кто республиканцы. Конечно, я во многом с ним согласен, говорит он довольно здравые вещи, как говорил один автор одного из комментариев, что нельзя белое называть черным, черное называть белым. Но, понимаете, по мере того, как я все-таки разбирался во всем этом и в целом в американской политике, да, и конкретно какие цели преследуют республиканцы, какие демократы, какие озвучивает Такер Карлсон, Я понял, что далеко не со всеми его тезисами я согласен. К примеру, да, как отметил автор вопроса касательно баров, да, я с ним согласен, что одно он защищает, на вторым смеется, да, имеется в виду самопальное государство-час. Сейчас, в недавнем выпуске под конец эфира он вообще сорвался, начал что-то про Бога нести, че? Вот мы верим в Бога, поэтому с нами, знаете, с нами Бог, вот скажи еще, на немецком, да, молодец. То есть, при чем тут Бог вообще, при чем тут вера, тут, что, значит, демократы в Бога не верят, видимо, поголовно, я не знаю. Ну, это не главное, не главное мое несогласие с ним во многих аспектах. Просто я уже начал видеть, что человек откровенно занимается откровенной пропагандой. Возможно, для кого это было очевидно с самого начала, я это, к сожалению, не разглядел, ну, не увидел. Вот сейчас, да, видно, что где-то он что-то недоговорил, где-то он как-то однобоко осветил ситуацию, где-то, опять же, переобулся, да, в примере с баром. Все это, понимаете, как-то настроило меня, наверное, уже немножко на другое. Мне уже не так интересно его озвучивать, как раньше. И поэтому, если с судьбой канала, возможно, все довольно оптимистично, то с судьбой меня в этом канале здесь уже есть вопросы, знаете. Но вы не переживайте, если я решусь, например, уйти с этого канала, я не удалю его, я не продам его, да, куда-нибудь владельцам викингов онлайн. То есть не переживайте, к этому вопросу я подойду скрупулезно. И в любом случае сделаю все возможное, чтобы этот канал попал в руки все-таки администратору, который будет следить за ним не хуже, чем я, да, будет его развивать. Просто будьте готовы к тому, что Такер Карлсон, возможно, будет говорить уже не моим голосом. Но это, опять же, это планы на будущее, знаете, пусть не такие оптимистичные, но это все-таки планы. Возможно, это будет через месяц, может, через полгода, может, через год, может, через пять лет, я не знаю. Просто будьте к этому готовы. Извините, что у меня такие не очень радужные новости, но я решил, что буду с вами честен. Так что, наверное, на этом все. Еще раз большое вам спасибо за эти 100 тысяч подписчиков. Это, я думаю, только ваша заслуга. И мне было очень приятно вести канал в вашей компании. Спасибо. 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 Спасибо.